здравствуйте дорогие ученики наш урок обучение грамоте в первом классе учись смекай активным быть и знал проешь путь я желаю вам ребята быть активны кровать себе каждый день давайте мы с вами проверим вашу самостоятельную работу в рабочих тетрадях вы должны были нарисовать одно домашнее животное одно дикое животное а также составить к разделить их на слоги я уверена что с этим заданием вы справились на отлично молодцы а тема сегодняшнего урока следующие слова и предложения звуки буквы слоги представление о звуке ударение а сейчас ребята я хочу проверить насколько хорошо видите обгадывать загадки вы готовы но тогда начинаем первая загадка а умнички конечно медведь это дикое животное молодцы следующая загадка с хозяином дружит дом сторожит живет под крылечком хвост колечком кто это ребятки ну конечно же это собака молодцы скажите пожалуйста ребята это домашнее животное или дикое животное конечно же это домашнее животное умнички третье умнички ну тизо этой дикое животное Следующая загадка. Говорит она Муму. Ночью спит в своем клеву. Днем на пастбище идет, молочко нам всем дает. Кто это, дорогие ребятки? Конечно же, это корова. Молодцы! А корова это домашнее животное? Конечно, корова это домашнее животное. Следующая загадка. Любят прыгать и летать, хлеб и зернышки клевать. Вместо здравствуйте привык говорить всем чик-чирик. Кто это у нас? Конечно же, это воробей. Следующая загадка. У порога когатки прячет, тихо в комнату замырлычет, запоет. Как вы думаете, кто это, ребята? Конечно же, это кошка. Умнички! А кошка это домашнее животное или дикое животное? Конечно, кошка это домашнее животное. Давайте сейчас вспомним наши отгадки. Первая отгадка это у нас кто? Правильно, это у нас медведь. Вторая отгадка, ребята, это у нас кто? Собака. Следующая отгадка лиса. Дальше у нас корова, воробей и кошка. А теперь, ребята, скажите мне, пожалуйста, кто здесь лишний и почему? Подумайте внимательно. Посмотрите на все рисунки и изображения. Кто здесь лишний? Правильно, ребята, здесь у нас лишний. Воробей. А почему? Как вы думаете? Правильно, потому что остальные отгадки это животные, звери, а воробей это птица. А какие бывают птицы? Вы знаете? Давайте посмотрим. Домашние. Дикие птицы это те птицы, которые живут в естественной среде. Воробей, соловей, ласточка, ворона, сорока это все дикие птицы. А домашние птицы это птицы, которые живут рядом с человеком. Куры, петухи, гуси, утки и так далее. Запомнили? Молодцы! А теперь, уважаемые родители, я попрошу вас помочь открыть нашим первоклассникам букварь на странице 9. Открываем. Продолжение следует... Составили? Давайте проверим. В небе летали чайки. Следующее предложение. Возле камышей плывут утки. Получилось? Умнички! Ребятки, а кто мне скажет, эти птицы дикие или домашние? Конечно, ребята, эти птицы дикие. Следующий рисунок. А кого мы здесь видим? Правильно, мы здесь видим утку, птиц, курицу и цыплят. А где они находятся? Они находятся во дворе. Правильно? Давайте здесь мы тоже попробуем составить предложение по схеме. Сколько должно быть слов в предложении? Правильно, три слова. Итак, попробуем составить. Получилось? Давайте проверим. Утята пьют воду. Курица зовет цыплят. Получилось? Молодцы! Я и не сомневалась. А теперь я предлагаю вам... Ну, а теперь мы продолжаем. Ребята, сейчас пришло время вспомнить, что такое речь. Вы это уже знаете. Правильно, речь – это все, что мы с вами слышим, видим, читаем, произносим. Речь – это форма общения. Она может быть устной и письменной. Итак, ребята, а из чего состоит речь? Правильно, речь состоит из предложений. Предложение выражает законченную мысль. А из чего состоят предложения? Умнички! Предложения состоят из слов. А из чего состоят? Правильно, ребята, слова состоят из слогов. А слоги из чего состоят? Слоги состоят из звуков. Вам нужно это запомнить. Произнесите, пожалуйста, слово «лук». Ребята, только что вы произнесли звуки. Мы слышим с вами разные звуки вокруг. Но какие-то звуки мы произносим легко, свободно, а какие-то звуки мы произносим нелегко. Те звуки, которые мы произносим легко, свободно, и мы их поем, называются гласными. Эти звуки мы произносим с помощью голоса. Например, произнесите звук «а», а теперь произнесите звук «о». Получилось? Эти звуки называются гласными. А теперь произнесите звук «р». Произнесли? Получилось легко его произнести? Нет. Здесь у нас появились преграды в виде наших губ и зубов. Ребята, те звуки, которые мы произносим с преградами, они называются согласными. А те звуки, которые мы произносим легко, свободно и поем, называются гласными. Запомните, ребята, звуки бывают гласными и согласными. А согласные, в свою очередь, бывают твердыми и мягкими. Например, вы произносите его твердо. А теперь попробуйте произнести звук «дек». Вы его произносите мягко. Обязательно запомните, что звуки бывают гласными и согласными. Гласные с помощью голоса. А согласные мы произносим с помощью голоса и шума. Согласные бывают твердыми и мягкими. Обратите внимание, гласные звуки мы изображаем с помощью красного цвета. А согласные звуки мы изображаем с помощью синего цвета. Мягкие согласные мы изображаем с помощью зеленого цвета. Запомните? Я и не сомневалась. А теперь вернемся к работе по букварю. Продолжаем работать на странице 9. Внизу вы видите три рисунка. Первый рисунок. Кого мы видим? Правильно, мы видим утку. Давайте с вами попробуем узнать, какие звуки в этом слове гласные, а какие звуки в этом слове согласные. Первый звук. Произнесите утка. Какой звук? Правильно, мы его поем. Значит, первый звук – это гласный. А второй звук – утка. Какой звук? Правильно, мы произносим его с помощью шума. Это согласный звук. Следующий звук – к. Как мы его произносим? Правильно, тоже с помощью шума. Это согласный звук. Следующий звук. Утка. Мы его что сделали? Пропели. Это у нас с вами классный звук. И у нас получается с вами вот такая схема. Сколько слогов в данном слове? Пропели два слога. А теперь смотрим на следующий рисунок. Кто это? Это курица. Составим тоже схему? Ну-ка попробуйте сами. А теперь проверяем. Ку-ри-ца. Сколько слогов? Правильно, три слога. Первый звук у нас какой? Твердый, согласный. Второй звук. У. У нас гласный. Третий звук. Ри. Он мягкий. Поэтому мы изобразили его зеленым цветом. Следующий звук. Гласный. Следующий звук у нас. Согласный. Твердый. Поэтому он синий. И следующий звук. Он гласный. Мы изобразили его с помощью красного цвета. Следующий. Кто у нас изображен? Правильно, петух. Первый звук мы произносим мягко. Это мягкий согласный. Мы его изобразили с помощью зеленого цвета. Следующий звук. Гласный. Он какого цвета? Правильно, красного. Следующий звук. Гласный. Твердый. Мы изобразили его с помощью синего цвета. Следующий звук. У. Он гласный. Мы изобразили с помощью красного цвета. Следующий звук. Х. Он у нас твердый. Согласный. Мы изобразили с помощью синего цвета. В слове петух два слога. Петух. Запомнили? Молодцы. А теперь попробуйте самостоятельно составить схему к слову индюк. Составили? Теперь проверяем. У вас тоже получилась такая схема? Молодцы. Так. А это кто у нас? Дятел. Слово дятел. Следующую схему. У него два мягких согласных. Дь и те. А в конце у него твердый согласный. Получается у нас дятел. Два слога. Ну а сейчас я предлагаю вам, ребятам, сказку о волшебном молоточке. Однажды на лесную полянку пришел Мишка. Он походил по полянке и ничего не нашел. Зато оставил свой след. Почему след остался такой? Потому что в слове Мишка... А Мишка ушел искать друзей. В это время на полянку выскочил Зайка. Он уже давно бегал по лесу в поисках Мишки. Зайка заметил след и сразу подумал, что здесь был Мишка. Он решил позвать его. Мишка! Мишка! Но Мишка не слышал. И тут Зайке на помощь пришел волшебный молоточек. Он ударил по одному слогу, и слог прозвучал громко-громко и очень долго. Мишка! Мишка сразу услышал, что его зовут, и пришел. Зайчик был рад другу. А след Мишки стал таким. Теперь Зайка и Мишка решили позвать остальных друзей. Лисичка! Кричали они. Но Лисичка не отзывалась. Тогда Зайка позвал волшебный молоточек на помощь. И ударил на один слог. Этот слог звенел громче и дольше, чем остальные. И Лисичка сразу услышала. Так друзья позвали и Ёжика, и Белочку. И каждый раз волшебный молоточек помогал им. Он ударил по одному слогу, и этот слог звучал очень громко и долго. Когда все друзья собрались, Зайка поблагодарил молоточек за помощь. А молоточек улыбнулся и сказал. Я живу в каждом слове и называюсь ударение. Только один слог в слове я могу сделать громким и долгим. И чтобы этот слог звучал долго, я всегда стучу по гласному звуку. Ведь только гласные могут петь. Итак, ребята, какой мы можем сделать вывод? Вывод следующий. Ударение – это выделение голосом одного из слогов в слове. Мы его как выделим? Правильно, этот слог мы произносим долго. А на письме этот знак обозначает ударение. Посмотрите, запомнили, продолжаем. Теперь давайте, ребята, вместе попробуем с вами найти ударение в словах. Сначала мы должны понять, что здесь изображено. Правильно, здесь изображены цветы. Сколько слогов в слове цветы? Правильно, два слога. Теперь давайте попробуем поставить ударение. Произносим вместе цветы. Какой слог мы тянули долго? Правильно, второй слог. Значит, ударение будет на слоге. Следующее. Кто это у нас? Правильно, это белка. Сколько слогов в слове белка? Правильно, два слога. Теперь попробуйте поставить ударение самостоятельно. Уважаемые родители, помогите детям. Так, проверяем. Белка. Первый слог мы тянем. Значит, ударение будет на первом слоге. Следующее слово. Машина. Сколько слогов в данном слове? Ма-ши-на. Правильно, три слога. А какой слог ударный? Ма-ши-на. Правильно, второй слог у нас ударный. Следующий рисунок. Кто это? Воробей. Итак, сколько слогов в слове воробей? Правильно, ребята, три слога. А какой слог ударный? Воробей. Правильно, ребята. Третий слог ударный. Умнички. Давайте подведем итоги урока и ответим на вопросы. Что мы делали на уроке? Правильно, ребята. Мы сегодня работали по букварю. Что нового узнали? Правильно, ребята. Мы сегодня узнали, что такое ударение и что слоги состоят из звуков. А звуки у нас какие бывают? Гласные и согласные. А еще вы отгадывали загадки. Мы узнали, что птицы бывают домашними и дикими. И еще раз. Из чего же состоят слоги? Правильно, ребята. Слоги состоят из звуков. Умнички. Они бывают гласными и согласными. А согласные бывают твердыми и мягкими. Прекрасно, ребята. Самостоятельная работа. К следующему уроку вы должны составить схемы к словам, выделить гласные и согласные звуки, разделив на слоги и расставив ударение. Буратино, школа и барона. Вы должны этим словам составить схемы. Справитесь? Я и не сомневалась. Спасибо вам за работу. Вы сегодня отлично поработали. Вы молодцы. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители. Мы начинаем урок письма в первом классе. И тема нашего занятия письмо наклонных линий с закруглением внизу и вверху. Работать, ребята, мы будем под девизом «Если не лениться, можно многого добиться». Подготовьтесь, пожалуйста, к уроку письма. Ребята, будьте внимательны, посмотрите на оба этих предмета. Носик чайника и шея нашего лебедя напоминают нам элементы, которые вы писали. Дома, ребята, вам нужно было выполнить прописи самостоятельную работу на страничке 5 и дописать элементы. Посмотрите, правда ведь они похожи на носик чайника и на шею нашего красивого лебедя. Я уверена, что каждый из вас очень аккуратно написал самостоятельную работу и ваши любимые учителя проверили, как вы справились с этим заданием. А мы, ребята, вспомним. «Пять братьев годами равны, а ростом разные». Конечно же, ребята, это наши пальчики, которыми мы с вами пишем. Работаем прописи, ребятки. Открыли все прописи. Вспоминаем то, что мы с вами уже знаем. Вспоминаем, ребята, что работаем мы с вами на рабочей строке. Посмотрите, какая она узкая. И на вспомогательной строке или на междустрочном пространстве. Не забываем, рабочая строка у нас узкая, а вспомогательная строка, она у нас широкая. Это у нас нижняя линейка рабочей строки, а это верхняя линейка рабочей строки. Ребята, а сейчас дадим отдохнуть нашим глазкам. Будьте внимательны, следите за солнышком, за цветочками, за бабочками и отдыхайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Что это, ребята? Совершенно верно. Это зонтика, которым мы пользуемся, когда идет дождь. Сегодня мы будем писать элементы, похожие на ручку зонтика. В ваших прописях, ребята, мы работаем на страничке 6. Вы работаете в прописи, а я буду работать на доске. Готовы, ребята? Итак, нашли все первую строку. Мы с вами будем писать, ребята, короткую наклонную линию с закруглением внизу влево. Готовы? Готовы? Молодцы. Посмотрите внимательно на верхнюю строку. Ребята, начинаем с верхней линии рабочей строки. На счет раз ведем вниз наклонную линию и закругляем. И доводим до середины рабочей строки. Итак, начинаем. Раз, и. Давайте напишем этот элемент в воздухе. Пишите вместе со мной, ребятки. Раз, закругляем, и. Раз, и. Раз, и. Далее переходит к написанию следующей строки. Два элемента. Длинная наклонная линия и длинная наклонная линия с закруглением внизу влево. Еще раз. Длинная наклонная линия и длинная наклонная линия с закруглением внизу влево. Вы готовы, ребята? Давайте найдем середину вспомогательной строки. На счет раз ведем вниз наклонную линию. Раз. И доводим до нижней линейки рабочей строки. Далее, отступая место, находим середину вспомогательной строки. Ведем раз. И. Закругляем. И доводим до середины рабочей строки. Продолжаем. Сейчас, ребята, попробуем написать эти два элемента в воздухе. Раз. Первый элемент. И раз. И. Закругляем. Молодцы. Теперь будем дописывать эту строчку до конца. Не торопитесь, пишем аккуратно и очень стараемся. Ребята, из этих элементов состоят наши буковки. И от того, как мы научимся писать красивые элементы, зависит от того, какими у нас будут наши буковки. Длинную наклонную линию и длинную наклонную линию до конца рабочей строки. Нашли середину? Смотрите. Наклонная линия. Раз. И. Раз. Раз. И. Раз. Посмотрите, какое расстояние мы видим линиями. Расстояние примерно одинаковое. Раз. И. Раз. Раз. И. Получилось, ребята? Не переживайте, если вдруг немножко не дописали. Допишите позже. А мы дописываем. Ребятки, на экране у вас есть следующая строка. И здесь даны короткая наклонная линия, посмотрите. Далее, короткая наклонная линия с закруглением внизу вправо. Далее, короткая наклонная линия с закруглением вверху влево, а также короткая наклонная линия с закруглением внизу влево. Не переживайте, если вы не можете запомнить название этих элементов. Главное, чтобы мы с мамой научились красиво их писать. Итак, ребятки, будьте внимательны на короткой наклонной линии. Вы готовы? Будьте внимательны. Раз. Нашли все верхнюю линию рабочей строки. Ведем на счет раз вниз наклонную линию и доводим ее до нижней линии рабочей строки. Отступаем место и пишем короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо. Раз. И. На счет и, ребята, мы закругляем и ведем вправо. Следующий элемент. Третий. Мы пишем короткую наклонную линию с закруглением вверху вправо. Нашли середину рабочей строки. На счет и. Поднимаемся вверх, закругляем. Раз. Написали? Умнички. Следующий элемент. Короткая наклонная линия с закруглением внизу влево. И раз. Ребятки, давайте напишем эти элементы в воздухе вместе со мной. Посмотрите. Короткая наклонная линия. Раз. Короткая наклонная линия с закруглением внизу вправо. Раз. И. Третий элемент. Короткая наклонная линия с закруглением вверху влево. И раз. Третий элемент. И четвертый элемент. Мы должны написать короткую наклонную линию с закруглением внизу влево. Раз. Раз. Итак, я работаю на доске, а вы работаете вместе со мной в своих прописях. Работаем. Раз. Второй элемент. Раз. И. Третий элемент. И. Раз. И четвертый. И. Поднимаемся наверх. Раз. Дописали строчку до конца? Молодцы. Следующая строка, ребятки. У нас длинная наклонная линия с закруглением внизу вправо. И длинная наклонная линия. Вот она у вас в прописи. Готовы? Работаем. Итак, начинаем с длинной наклонной линии с закруглением внизу вправо. Точку. Находим середину вспомогательной строки. Раз. На счет И. Доведя до нижней линейки рабочей строки. И. Закругляем и доводим до середины рабочей строки. Отступаем место. Нашли середину вспомогательной строки. Ведем вниз наклонную линию. Раз. Напишем в воздухе. Раз. И длинная наклонная линия с закруглением вправо. И длинная наклонная линия два. Длинная наклонная линия. Раз. Еще раз. Середина строки. Раз. И. Раз. Еще раз. 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 И. Раз. Молодцы, ребятки. Я думаю, каждый из вас очень постарался. И я в свое волшебное зеркало точно вижу, что у вас у всех очень аккуратно получились наклонные линии. Ребятки, наш урок подошел к концу. Мы очень хорошо поработали. Давайте же вспомним, чему мы учились на уроке. Молодцы! Мы учились с вами писать прямые наклонные линии с закруглением влево, вправо. Какие элементы писали? Длинные наклонные линии, короткие наклонные линии. Дома, ребята, вам нужно выполнить самостоятельную работу в прописи на страничке 6. Дописать 6 и 7 строчки. Посмотрите, здесь тоже у вас длинная наклонная линия с закруглением внизу вправо, длинная наклонная линия, длинная наклонная линия с закруглением внизу влево. Чередуете. Здесь на седьмой строке длинная наклонная линия с закруглением вверху влево, длинная наклонная линия и длинная наклонная линия с закруглением внизу вправо. Я думаю, что все вы будете очень стараться и выполнять самостоятельную работу очень хорошо. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. Берегите здоровье и до новых встреч! Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие ученики и уважаемые родители! Я рада приветствовать вас на уроке математики в первом классе. Кто старается, у того все получается. Поэтому, ребята, стараемся, чтобы у нас все получилось. А начнем мы наш урок с повторения и проверки самостоятельной работы. На прошлом уроке вам было дано задание закончить работу в рабочих тетрадях на странице 4. Я уверена, что вы с этим заданием справились на отлично. Внимание на экран! Ребята, пересчитайте кубики, начиная с фиолетового сверху вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А теперь начиная с желтого, тоже вниз. 1, 2, 3, 4. И посчитайте, начиная с серого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, сколько у нас получилось кубиков? Правильно, 7. У нас расцвел цветок. Посмотрите, сколько у цветка лепестков. Начинаем считать с ярко-зеленого вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько лепестков у этого цветка? Правильно, 8. Как мы можем назвать наш цветок? Цветик, 8-ми цветик. А это прилетели бабочки. Они устали и хотят отдохнуть. Сколько бабочек? Давайте посчитаем. Снизу вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько бабочек? Правильно, 5. А это появились шары. Они тоже хотят, чтобы их пересчитали. Давайте посчитаем, начиная с желтого шарика. 1, 2, 3, 4. Сколько у нас шаров? Правильно, 4. Ребята, а какого цвета шар находится между красным и голубым? Правильно, темно-синий шар. А где находится желтый шар? Внизу. А где находится красный шар? Наверху. Между какими шарами находится голубой шар? Правильно, между желтым и темно-синим. Молодцы, ребята! Тема сегодняшнего урока следующая. Расположение предметов вверху-внизу, слева-справа, сверху-вниз и снизу-внизу. День уборки в доме кошки. Мама объясняет крошкам. Прибираемся в прихожей, в комнате, на кухне тоже. Маме кошки, помогите, свои вещи в шкаф сложите. Шапки вверх, а обувь вниз. И тогда вас ждет сюрприз. Малыши стоят, гадают. Где же вверх, где же низ? Не знают. Помоги им разобраться, им никак не догадаться. Это. Мама кошка велела положить вверх. Какие предметы? Правильно, шапки. А зеленые полочки, где они находятся? Правильно, внизу. А они для чего предназначены? Правильно, ребята. Они предназначены для обуви. Что ж, ребята. Порядок наведен. Осталось только постелить коврик. Как вы думаете, где появится коврик? Вверху или внизу? Правильно. Котятам так понравилось определять, где вверх, а где вверх. И мы присоединимся к этой игре. Внимательно посмотрите на экран. Что находится вверху на стене? Правильно, ребята. Вверху на стене находятся картина, часы и полочка с игрушками. Какие игрушки стоят на верхней полочке? Правильно. Юла и мячик. А что находится на нижней полочке для игрушек? Правильно. Игрушка Ванька-встанька и игрушечный грузовик. И кто изображены на картине? Правильно. Это котята. А какого цвета котята? Голубого и рыжего. Рыжего. Ребята, что мы можем сказать о синим котенке? Синий котенок сидит на стуле. А что мы можем сказать о рыжем котенке? Рыжий котенок сидит под стулом. Ребята, внимательно смотрите на экран. Ребята, что находится между полочкой с игрушками и картиной с котятами. Правильно. Между ними находятся часы. А теперь перечислите игрушки, которые находятся внизу. Это кукла, игрушечная пирамида, мячик, игрушечный грузовик и медвежонок. Что еще лежит внизу комнаты? Правильно. Коврики. И на ковриках котята. Что находится между верхом и низом? Правильно, ребята. Между верхом и низом находится... А что находится на столе? Правильно. На столе лежит книга. А какой предмет находится под столом? Правильно, ребята. Под столом находится мяч. Что мы можем сказать о мячике и книге? Правильно, ребята? Мячик находится внизу под столом, а книга находится вверху на столе. Ребята, можем ли мы сказать, что книга находится над мячиком, а мячик под книгой? Да, мы можем так сказать. А теперь внимательно посмотрите на зеленые стрелочки. Какое направление показывают? Стрелки показывают вверх и вниз. Молодцы, ребята! Вы помогли котятам разобраться, что находится вверху и что находится внизу. Ребята, попрошу вас показать ваши ручки. Посмотрите внимательно на свои ручки. Они одинаковые? Да, они одинаковые, но только пальчики смотрят в разные стороны. А чем еще они отличаются? Правильно, одна рука правая, другая рука левая. Посмотрите на экран. Уважаемые родители, помогите детям прочитать, с какой стороны находится правая рука. Ребята, поднимите правую ручку. А теперь, уважаемые родители, прочитайте, с какой стороны находится левая рука. Ребята, поднимите левую руку. А теперь положите руки на парту и запомните, где у вас правая рука, а где у вас левая рука. Запомнили? Молодцы! Ребята, что находится справа от вас? А что находится слева от вас? Молодцы! Замечательно! Посмотрите на экран. Куда показывает эта стрелка? Правильно, она показывает на правую сторону. Справа от картинки находится девочка. Куда показывает эта стрелочка? На левую сторону. Слева находится мальчик. А теперь, ребята, внимательно посмотрите на меня. Скажите, пожалуйста, что находится справа от меня? Внимательно посмотрите. Правильно, справа от меня находится экран. А что находится слева от меня? Правильно, слева от меня находится доска. Молодцы, ребята! Вы запомнили? Прекрасно! Ребята, а что у вас находится вверху? Внимательно посмотрите. А что находится внизу? Замечательно! Теперь вы знаете, что такое вверх, что такое низ, и что такое справа, и что такое слева. Замечательно, ребята! Вы молодцы! А теперь поработаем по учебнику. Открываем учебник по математике на странице 8. Уважаемые родители, помогите открыть нужную страницу. И что мы видим? На первой картинке, ребята, мы видим фрукты. Внимательно посмотрите. И скажите мне, на первой строчке справа от красного яблока какой находится фрукт? Правильно, справа от красного яблока находится груша. Также на первой строчке, слева от граната, какой находится фрукт? Правильно, слева от граната находится слива. А теперь смотрим на нижнюю. Скажите, пожалуйста, между какими фруктами находится слива? Слива находится между гранатом и зеленым яблоком. Ребята, скажите мне, пожалуйста, какие фрукты находятся справа на этой картинке? Правильно, справа находится зеленое яблоко и красное яблоко. А слева какие фрукты находятся? Правильно, красное яблоко и гранат. Следующая картинка. Что это, ребята? Правильно, это игрушки. Кто мне назовет, что или какая игрушка находится вверху между медвежонком и пирамидой? Правильно, между ними находится вот такая мягкая игрушка. А кто мне скажет, что находится внизу между кошкой и медвежонком? Правильно, игрушка, банька, встанька. Молодцы! Следующая картинка. Что мы видим? Мы видим деревья. А какие это деревья? Яблоня и ель. На первой картинке что находится слева? Слева находится яблоня, а справа ель. На второй картинке что находится справа? Правильно, яблоня, а слева ель. Молодцы, ребята! Внимательно посмотрите, что мы видим. Мы видим геометрические фигуры. Какие геометрические фигуры? Назовите, пожалуйста, мне. Круг, квадрат, треугольник, квадрат, круг и треугольник. Назовите мне, между какими фигурами стоит зеленый треугольник? Зеленый треугольник стоит между желтым квадратом и розовым квадратом. Какая фигура находится справа от голубого круга? Справа от него находится розовый квадрат. Какая фигура находится слева от синего круга? Желтый квадрат. Молодцы, ребята! Продолжаем. А теперь вспоминаем правила посадки за рабочим столом. Сели правильно, выпрямили спинку, положили локти на парту, ноги поставили на пол под прямым углом, голову слегка наклонили. Положите, пожалуйста, рабочую тетрадь по образцу, возьмите ручку правильно. Открываем рабочую тетрадь по математике на странице 5. И что мы видим? Мы видим картинку. Из скольких строчек состоит эта картинка? Один, два, три. Из трех. Скажите мне, пожалуйста, что находится здесь на первой строчке? Правильно, здесь находятся овощи. Но что здесь лишнее, ребята? Правильно, гранат у нас лишний. Почему? Потому что это фрукт. А остальные предметы – это овощи. Дальше, ребята, что находится на второй строчке? Правильно, на второй строчке находятся фрукты. Но что здесь лишнее? Потому что это не фрукт, а посуда. На третьей строчке что находится? На третьей строчке находятся предметы, которые используются в быту. А что здесь лишнее? Правильно, лишнее груша. А почему? Потому что груша – это фрукт. Молодцы, ребята. Продолжаем. А теперь внимательно посмотрите на экран. Сегодня мы с вами учимся писать цепочку, которая будет в вертикальных и горизонтальных линий. Мы будем ее писать, не отрывая руки, до конца строки. Ребята, мы начинаем писать в нижнем правом углу. Проводим линию вверх, в верхний правый угол. Далее ведем линию в сторону, в верхний правый угол. Ведем вниз, в нижний правый угол. Затем снова в сторону, в нижний правый угол. И снова вверх, в верхний правый угол. И так далее, до конца строки, не отрывая руки. Стараемся. Ребята, второй элемент – это тоже цепочка. Цепочка из дуги. Ее мы начинаем писать в верхнем левом углу. Проводим дугу до середины клеточки. Затем заканчиваем в верхнем правом углу. Не отрывая руки, до конца строки. Получилось? Продолжаем. Третий элемент. Внимательно посмотрите. Он тоже состоит из цепочки. Цепочка состоит из дуги. Но если мы до этого писали цепочку в верхней части клеточки, то здесь мы уже пишем в нижней части клеточки. Также проводим плавную дугу из левого угла в правый угол. Также проводим дугу из левого угла в правый угол. Не забывайте, что дугу мы должны проводить до середины клеточки. До конца строки, не отрывая руки. Получилось? Я и не сомневалась. Ребята, на следующий урок я попрошу вас подготовить следующую работу. Закончить работу в рабочих тетрадях по математике на странице 5, а также поработать по учебнику на странице 8. Ребята, давайте подведем итоги и ответим на вопросы. Что мы делали на уроке? Правильно, мы работали по учебнику, искали различия, работали в рабочих тетрадях. Что нового узнали? И теперь вы можете сказать, что находится у вас вверху, что находится внизу, что находится слеже, что находится справа. Правильно, ребята? Правильно. Вы молодцы. Спасибо за работу. Продолжение следует...